Добрый вечер, дорогие отцы, братья, сестры, матушки. Сегодня у нас одиннадцатое слово, одиннадцатое степень, которое называется так. Многоглаголание и молчание. В предшествующем слове мы сказали кратко о том, сколь бедно и вредно судить ближним. Вернее же самим судимым быть и страдать от собственного языка, что случается и с мимо духовными мужами. Ныне же порядок требуется, чтобы мы показали причину всего порока и дверь, которая входит в нас, или вернее, которую он из нас исходит. Очень важно здесь сказано, что когда судим ближних, мы можем сразу обобщить и совершаем грехи, то мы сами больше страдаем. Если мы кого-то злослоем, то мы исполняем бесовскую волю, и таким образом наш дух, душа чернеет. Именно из-за этого потом заболевает тело, и случаются даже большие грехи у населения, то и катаклизмы случаются. То есть, когда мы совершаем, тем самым отпадаем от Бога, теряем благодать, и нарушается весь Богом основной порядок. Надо понимать, что если человек украл что-то, то он украл это у себя, благодать у себя, и продал полную бесовскую волю. Так вот, теперь будем речь и о том, каким образом совершаются осуждения, другие злословия. Многоголоние есть седалище, на котором тщеславие любит являться и торжественно себя выставлять. То есть, многоголоние проявляется и реализует страсть тщеславия. Дальше еще немного. Это страсть. Многоголоние есть призрак неразумия, дверь пословия, руководитель смехотворства, слуга лжи, истребление сердечного умиления. То есть, потеря такого духовного состояния мирного. Призывание уныния. Кстати, тоже некоторые думают, что когда уныние на сердце, надо пойти с кем-то обильно-обильно пообщаться, посмеяться, и как бы уныние пройдет. Но на самом деле, уныние усиливается. От смехотворства, от многоголония. Дальше предтеча, сна. То есть, человек теряет силу на многие слова и нуждается уже в более таком продолжительном отдыхе. Расточение внимания. То внимание, которое мы с вами, конечно же, всегда собираем, как бы стараемся собрать ум в слова молитвы, пребывая внимание на службе, на молитвы на правиле, как раз погубляется многоголониям. Истребление сердечного хранения. То есть, это о молитве говорится, о том, называют еще бодрствованием, когда человек молится Иисусовой молитвой, и ограждает свою душу от всяких умыслов. Охлаждение святой теплоты. Поврочение молитвы. Ну вот, видим, что очень много проистирает от этого греха, на который мы с вами малообращаем внимание и теряем очень многое. Теряем очень многое. То есть, все духовное не теряется. Теперь, что такое благоразумное молчание? Благоразумное молчание есть Матерь молитвы, воззвание из мысленного хранения, хранилище божественного огня, страж помыслов, соглядатый врагов. То есть, кто на стражах стоит и смотрит, если враги приближаются, еще издалека, уже поднимают тревогу. Училище плачет, друг слез, делатель памяти о смерти, живописатель вечного мучения. То есть, когда человек живет в молчании, во внимании, в молитве, то у человека развивается память смертная. И вот то состояние, которое советовал приобрести с Иоаннафонскому Господу. Держи ум твой в ааде и не отчаивайся. Этим пополяются всякие страсти и грехи. Любый испытатель, грядущий туда, то есть, человек все время помышляет, что ему предстоит предстать пред Богом и дать ответ за свои явления, слова и мысли. Спаспешник спасительной печали. Ну, про печаль, вы знаете, говорит Господь, что печаль по Богу соделывает постоянное покаяние. А печаль мира сего убивает человека. Ну, то есть, если человек печалится о том, что как-то не реализовались его страсти, печалится о скорбях таких земных, то эта печаль постепенно как-то точит человека и человек теряет силы необходимые для духовной жизни. А когда печаль о своих грехах, о том, что он своими грехами прогневляет Бога, не исполняет волю Божьей, что он или вот будет печаль о совершенных людях, то, что если мы знаем, что дорогие нам люди ближние в чем-то совершили, то, конечно, мы за них печалимся, и эта печаль связана с молитвой за них, то такая печаль спасительная. И об этом и говорится, что молчание благоразумное есть поспешник, то есть помощник спасительной печали. Это также есть враг дерзости, безмолвие спруг, противник любого учительства, причащение разума, творец видения, ну, то есть благоразумное молчание позволит человека до такого состояния созерцания, непременное преуспеяние, сокровенное восхождение. Мы видим, ну, как и из названий следует, что противоположное эти два явления. Одно является страстью, в многоголе другое является доброветелем. И видим, что многогол не совершенно расстраивает всю духовную жизнь человека, а благоразумное молчание собирает человека, созидает внутреннего человека. Вот и наши все святые были такие мудрецы, которые расточали себя на все мирское частности на многоголе, а созидали себя молчанием. Нам тоже учиться этому нужно. Познавший свои прегрешения, имеет силу и над языком своим, а многоголевый еще не познал себя как должным. Ну, и действительно, человек многоголевый показывает тем самым являет свою страсть, показывает, что его не сильно беспокоит внутреннее состояние, спасение, как реализация своих страстей. И он еще не знает, в какой беде находился. Не помню, какого-то святого читал, когда человек получит благодать, только тогда понимает, в каком бедственном состоянии он до этого находился. Или если Силаварфон вспомнить, он говорит, что не страшнее потери, чем потеря благодати. И когда по временам Господь отбирал, промыситель отбирал благодать у него, то он говорит, как скучно жить без Бога, сердце томится, ничего в этом мире уже не радует. Ну мы-то люди простые, мы отрадуемся мирским всяким явлениям, успехам мирским, потому что мы с особо еще не получали благодать и не теряли ее. Поэтому мы даже сейчас не всегда знаем, в каком состоянии бедства мы находимся. об этом надо задуматься. Так вот, те, кто знал свои согрешения, понимая, что они отдаляют им Бога, что Он поворачается ими, конечно, уже не будут заниматься много глаголами, а пребывают в таком зону молчании. читаем это и нам лечение все, конечно, то с духом на линдах. Любитель молчания приближается к Богу, и тайна с Ним беседы просвещается от Него. То, что у одного из святых написано, я часто жалею о том, что говорил то или другое, ни разу не жалел, когда молчал. То есть хорошее слое это серебро, а молчание это золото. Ну, конечно же, мы знаем, что такие святые, Серфим Саровский преподобный, преподобный Старец Оптинский и Левиан Кронштадтки, ну, и многие другие святые, они очень любили молчание, безмолвие, но Господь давал им послушание получать народ. А так они, конечно, стремились. Как старец поесть, афонский пишет, что хочется с Богом больше, но приходится прерывать свои безмолвия и общаться с людьми, ну, ради людей, к людям, к Богу. Старец Аурос Оптинский говорит, я в детстве был такой, и в юности душа компании, всех веселил, вот, а сейчас, говорит, уже и хочется помолчать, а надо с людьми беседовать, ну, как говорит, что Господь так назову. Молчание Иисусова постыдило пилата, и безмолвие благочестивого мужа уразняет числа. Мы помним, что на суде Господь молчал, это удивляло очень пилат, потому что, если бы Господь защитился, конечно, он бы мог избежать этого неправильного распятия, молчал, Иисусова даже спрашивал, зачем ты молчишь, со мной не разговариваешь, от меня завидая судьба, а Господь очень мудро ответил, что делай, что тебе положено, это больше вина на тех, кто меня тебе предал, ну, чанем Господь постыдил пилата, вот, а безмолвие уст благочестивого мужа упраздняет числавие, апостол Петр изрек слово, потом плавился горько, забыв изучение псалмопевца, речь, сохраню пути моя, ежне с решатими языков моими, и слово другого мужа, лучше пасть с высоты на землю, нежели от языка, ну, помним, что апостол Петр мог бы промолчать, но он стал отрекаться от Христа и, не знаю, этого, а потом каялся, плакал, сокрушался, потому что это было падение для него, падение посредством отречения от Христа. Но не хочу много писать о всем, хотя коварство страстей побуждает меня к тому. Впрочем, скажу, что узнал некогда от одного человека, который бесит со мною оболчании пульта. Узнал следующее. Много глагол не я сказал, рождается непременно от которой-нибудь из их причин, или худой и невоздержанной жизни и привычки, ибо язык, будучи истинным членом своего тела, ему научиться такому навыку и требовать. Или, что наиболее бывает подвязающийся от мчиславия, а иногда и от многоядений. Посему часто бывает, что многие с насилием и изнемжением украшают черепа, обузят вместе язык и благословия. Ну, конечно, когда человек в одном подвязается, в гости, в денье, и кто утешение получает, то он уже бережет. Это дар Божий, внимание, умиление и стараться через уста, как открытые двери, чтобы не потерял это состояние. «Кто возымел попечение об исходе из всей жизни, тот пресек благословие, и кто приобрел плач души, тот отращается много огня, как огня». Ну, здесь похожая мысль, что заботится о том, что пристать перед Богом и имеет память смертную, то он пресекает многословие. И кто имеет плач души, тот отращается многогонно, понимая, что через это все потеряем. «Возлюбивший безмолвия затворил уста свои, а кто любит выходить из кельи, тот бывает изгонит ее страстью в гологолне». То есть, конечно, сокровище для монах вязаться в молчании в келье своей, но тщеславие гонит человека из-за кельи, с кем пообщаться, поговорить, похвалиться, может кого-то остыть, то есть очень много страстей через язык получается. «Познавши поуханье огня, сходящего свыше, бегать многолюдных собрать, как пчела под дым, ибо как дым отгоняет пчелу, так и сему не пием многолюдства». Ну, тут многолюдство, конечно, подразумевает, что и общение такое активное, много волнение, а через это многие страсти проявляются. И здесь говорится о человеке, который уже получил благодать, и он уже старается избегать благогония, всяких собраний, чтобы не потерять благодать. «Немногие могут удержать воду без плотин, и еще менее это которые могут удерживать уста невознавшим». То есть говорить о трудности борьбы с этим многолюдомием и прочими грехами, которые идут через уста. Ну, понятное дело, что грехи возможны только при условии многолюдомием. Большая часть это, когда человек мало говорит, то и меньше грехов совершает. Но мы здесь видим название этой степени благоразумное молчание. Но где-то в другом месте читал, я не в лестнице, видимо, в другом месте, что бывает неразумное молчание. Это совершается, в монстрях тоже бывают такие случаи, когда начальник игумен что-то объясняет и что-то хочет спросить у послушника, а тот молчит. И вот говорит, я не люблю много раз говорить, молчать люблю. Когда требуется отвечать, требуется что-то подсказать и надо тут, конечно, отвязать уже в уста. Ну, я видел таких людей, которые ну, так по горящности молодости брали такие подвиги молчания, но без благословения и самочинно, и молчание было неблагоразумным. Через это, кстати, тоже продлилась страсть тщеславия, чтобы говорили, вот он молчание такой. но вообще от тщеславия еще будем говорить и золотого это страсть палка в глазах. Вот, благоразумным тщеславия это будет степень 22, которая поглубляет все труды. Так что, ну, дай бог нам, чтобы мы понемногу приближались к молчанию. Особенно, конечно же, касается священно и церковных служителей, чтобы не разговаривать в алтаре и тех прикажан, чтобы не разговаривать в храме, не вести пустые разговоры. В алтаре вообще, если все слажено, то должно быть тех слов, которые написаны в служебном. Остальное так это надо жестами, взглядом уже понимать свое служение, чтобы лишних слов не произносилось. Ну, а тем более, когда не литургия, а вечернее служение, получается, что людям, видимо, скучно слушают псалтирь, и они друг с другом общаются, рассказывают. Это печально, конечно, видеть, и, конечно, грех очень серьезный, что святилище в алтарь попал, то есть, если даже по наморям поставить, то это большая такая ответственность во святилище в ходе Херувима, Серафима, в репети пребывают, и нам тоже следует. В некоторых храмах написана такая изречение преподобного старца Сеоптинского, что договоры в храме приносят справедливо. А потом, выходя из храма, мы вот это стремление говорить и побольше молчать, молитвы пребывать, должны нести в быт, в дом и в коллективы. единственное, что священники по долгу в своем служении должны, конечно, словом проповедовать, но вот все же избегать условия нам необходимо, то есть пустые темы это, конечно, уже от нас опустошает, а проповеди, конечно, мы трудим. что еще по этой степени можно сказать. Ну, в общем, все. Давайте мы благодарим за внимание и до новых встреч. До новых встреч.